С детства стала заниматься творчеством. Когда я была маленькая, я любила тихонечко пошалить в шкафчике у мамы. Пока она была на работе, я взяла у нее норковую шапку и раскроила, пошила кукле шубку. Чаще я делаю животных. Это собачки, кролики, мышки. Сейчас мне стали вдохновлять. У меня стали просить делать кукол на заказ. Это по внешности деток. Очень много было заказов. Конечно, эту куклу очень тяжело сделать, но мне нравится эта работа. Я хочу, чтобы мои вещи были эксклюзивные. Когда я шью кукол, я погружаюсь в такой сказочный процесс. Мне нравится создавать и это вот ощущение потрясающей сказки, верить в чудеса, что вот этот вот зверек, он оживет. У меня есть куклы целой серии. Это мышки, зайки, лесные звери. Я их так называю. Лунная мышка, которая живет на сыре. Рукоделием Ольга занимается с детства. Ольга вспоминает, что ее комната больше походила на швейную мастерскую. Везде лежали выкройки, кусочки ткани, матки ниток. В школе, понятное дело, любимым уроком стало трудовое обучение. Здесь талант Ольги к шитью развился настолько, что учителя и одноклассники не переставали удивляться. Откуда у маленькой девочки столько идей? Кстати, даже имея швейную машинку, Ольга все шила вручную. Говорит, так получалось вкладывать в каждое изделие в прямом смысле тепло своих рук. Новые идеи для создания кукол Ольга находит не только в природе, интернете и своих фантазиях. Иногда их дарят книжные персонажи. Меня очень вдохновляют книги. Я любитель потрясающих редких книг. И меня вдохновила вот эта книга Кэдди Камила. Удивительное путешествие кролика Эдварда. Я шила этого кролика именно там, как в книге. У кролика мягкие ушки, из пластика сделана головушка. И одежда выглядит именно как в книге. Вот такие потрясающие книги меня часто вдохновляют. И эту книгу можно подарить с героем, которого будет также любить, ласкать, жалеть и переодевать. Я обожаю, все очень редко. И книги – это для меня такая находка. Я нашла вот такую потрясающую книгу. И она мне вдохновляет делать вот таких вот сказочных героев. Смотрите, какая уникальная книга. Профессиональным творчеством Ольга начала заниматься после рождения ребенка. Первой куклой стал маленький ангел. С тех пор прошло 10 лет. И желание создавать у Ольги только увеличивается. Мастерица говорит, что создание кукол – это не просто хобби. Это огромный сказочный мир. О том, как рождается очередная игрушка в эксклюзивном мастер-классе. Я хочу вас научить и показать, как шить вот такую потрясающую коровку. Это символ нашего года. Это коровка по счету, наверное, 15-я или 20-я, я уже не помню. Итак, с чего мы начнем? Вот такой вот плюш идет. 3 мм ворс к нем. Коровка. Лапки идут на шплинтах и дисках. Вот такие шплинты, которые сможет коровка вращать ручками. Пластика, фима для кукол. И стеклянный грануляр. А наполнителем служат ароматные опилки. Вначале мы берем тело, слаживаем их и начинаем шить обязательно вручную. Раньше Миша к Тедди шили вручную. За счет этого получается аккуратный стежок, что придает такую вот изюминку. А сейчас я хочу показать, как можно с этого пластика сделать ножку, головку. Перед тем надо хорошо вымыть руки, либо одеть перчатки. Я вымала хорошо руки и начинаем сминать этот пластик. Он должен быть теплым и легко поддаваться форме. Вообще этот процесс очень долгий и трудоемкий, поэтому я решила слепить заранее. Начинаем делать ушко коровки. Вот так вот наклеиваем и берем стек и пригладываем. После того, как пригладили, начинаем делать волосики. Вот такие вот волосики у коровки. Опять же, пластик разминаем. Если он плохо будет размягчен, он не будет ложиться. Делаем такую плюшечку и накладываем на головушку. Берем такой инструмент и начинаем делать такие вот волосики. Лишнее убираем. Самое сложное в создании коровки, это, конечно, голова. Нам надо получить именно очень хорошую схожесть с коровушкой. Чтобы она не сильно была мультяшная, а такая вот задорная, как живая. После этого мы опять отлабываем кусочек и начинаем делать ножки коровушки. Делается вот такая колбаска. Согинается нужная форма. И опять же стеком формируется копыто. Вот такое вот создается. Это надо усидчивость, и время, и усидчивость, и обязательно желание. Без него никуда. Ножки я вылепила заранее. Вот хочу вам показать их. Одинаковых коровок у меня никогда не получалось. Они чем-то отличались. И расцветка, и где-то улыбка, глазик. У меня коровки были разные, индивидуальные. Одна была коровка с короной, другая шапочка в форме шлема, третья с елочкой. И за счет этого они отличались. У них отличалась шерсть, получается. Это у нас плюш, а есть еще вискоза. Она выглядит тоже более натурально. Я делала белую, черную, коричневую, как бы разной масти. Опять же, это надо на все усидчивость. Без этого никуда коровка сразу не получится. Этот процесс меня успокаивает. Люблю включать музыку спокойную. И вот начинается вот такой вот релаксация у меня, лепка. Обязательно этот пластик, эти копыта, ставятся в духовочку на 30 минут при 140 градусах. После этого, как они уже запеклись, мы начинаем их окрашивать. Берем пастель и слегка начинаем кистью наносить на каждое копытце. Надо уметь правильно красить, чтобы получилась мордочка не мультяшная, а вот такая вот более серьезная, как у настоящей коровки. Темной пастелью наносится на веки, на глазки, на носик. После того, как мы покрасили и обязательно набили тело опилками, и добавлялся стеклянный грануляр. За счет этого коровка кажется более такая весомая. После того, мы начинаем пришивать копытца, приклеивать в ими головушку. И после того, мы можем одеть ему винтажную ленту шапишик. И обязательно колокольчик. За счет этого она выглядит такая более забавная, задорная девочка. Я хотела, чтобы в Беларуси вот эти куклы стали традицией. И каждый человек мог бы себе создать такого вот мультяшного персонажа. Моя мечта – это открыть себе магазинчик, где покупатель может зайти и приобрести именно ту куклу, которая будет нравиться и по душе подходить. Я бы хотела, чтобы в моем магазинчике человек не только мог приобрести мое изделие, а еще и научиться пройти мастер-класс от нуля. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...